И снова всем привет, с вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры Тирании. Кстати, вот это вот мы удалим. Сохранение. Так, ну что ж, мы с вами в Железном Учуге. Посмотрим, что нам скажет Грева наш, другие посетители. И находящиеся там, ребятам. Увершитель, можно поговорить? Лиса Проныра. Лиса Проныра. Как мило с твоей стороны остановиться поболтать. Я оказалась в чекотливой ситуации, и в моей банде не осталось никого, кто был бы жив и находился поблизости, чтобы мне помочь. Кстати, Алый Хор, заметьте. Овенус. Хватит тратить время вершителя судеб. У него есть дела посерьезнее, чем слышать хныканье какой-то преступницы. Мне об этом судить. Расскажи мне о своей проблеме, солдат. Спасибо, что выслушал меня. Опальные не хотят идти на переговоры, иначе меня бы не было здесь. И слова не дают сказать возражения. И слова не дают сказать возражения. Она сердито смотрит на своего надзирателя. Солдаты поймали меня у бреши возле старых стен. Вот и все. Я не заходила внутрь, не заносила ногу через порог и не танцевала с погибелями. У меня хорошее отношение с самосохранением. Тогда почему тебя арестовали? Овенус. Вы услышали только одну точку зрения, вершитель. Наши разведчики наблюдали, как эта негодяйка готовилась войти в старые стены. Она рассказывает не все, и ее вину могут подтвердить несколько благонадежных северян. При обращении к вам солдат держится подчеркнуто прямо. Лиса Проныра. Извини, а готовилась войти в кавычках. Это лучшее, что у тебя есть? Потому что я с тем же успехом могу сказать, что ты готовишься получить ножом в затылок. Но это все ни хрена не значит, пока я не увижу кровь и бронзу. Я не заходил из старые стены. Дело решено. Прежде чем я вынес решение, мне нужно, чтобы вы его поответили на мои вопросы. Овенус. На мой взгляд, приняться уже была, сужденная, приговоренная к заключению. Но если эта маленькая игра успокоит ее крики, то как вам угодно. Поддержу твое решение. Хуже, чем здесь, мне нигде не будет, говорит Лиса. Что ты делала у старых стен? Ну, это на самом деле, действительно, самый правильный вопрос. Моя ватага зашла внутрь, как я попыталась сказать этим олухам из опальных уже сотню раз. Я себе горло сорвала, пытаясь вернуть их обратно, но ватага меня не послушала. Наш десятник обнаружил брешь и загорелся возможностью найти сокровище. Как я ни старалась, мне не удалось его отпеврить. Солдат, можешь что-то сказать на это? Меня там не было, конечно, но я знаю, что под адрест она попадает не в первый раз. Ватаге не было, просто одинокая авантюристка, которая решила разбогатеть, нарушая законы Кайроса. Разведчики сразу заметили, что она собирается к бреше. Очень дрожжливой оказалась. Разведчикам пришлось неизрядно повозиться, когда они брали ее под стражу. У меня нет причины сомневаться в обвинениях. Значит, ты не собиралась заходить в старые стены? Нет, я выросла в ярусах, но даже мы знали, что не стоит заходить в старые стены. Не из-за закона Кайроса, а потому, что те мерзости, что там рискают, с удовольствием нас сожрут. В тени этих руин нет ничего такого, что стоит риска. Что твоя ватага делала в старых стенах? Бедокурили, воровали. В общем, то же, что делают и другие ватаги. Наш десятник очень хотел удержать свое положение, что очень полезно для здоровья, если ты в алом хоре. Когда он пришел к выводу, что в старых стенах могут быть разные могущественные артефакты, он решил найти один из них любой ценой. Забавно видеть, как мужик, помешанный на выживание, отправляется на верную смерть. Фуга. Типичное поведение человека, который не уверен в своем лидерстве. Из этого получается забавное самовнушенное предсказание, когда собственная ватага его убивает. Видишь, она понимает, Лиса Проныра кланяется Фуге. Где сейчас может быть твоего ватага? Я не видела, чтобы они выходили из старых стен, поэтому они или вышли, или нет. Я готова поставить деньги на второй вариант. Если они выбрались наружу, то явно не собираются меня искать. Так что пусть идут в жопу. Фуга, мне нравится это отношение. Если бы мне нужно было кого-то завербовать, то она была бы моей второй или третьей. Так. Своя ватага пробила брешь в старых стенах? Что? Ты шутишь? Чтобы пробить эту древнюю преграду, нужна была бы или невероятная сила, или невероятная магия. В нашем распоряжении не было ни того, ни другого. Брешь появилась из-за одного из индиктов Кайроса или какого-то местного мага. Какое бы решение ты не вынес, не надо сваливать вину за это на меня. Барик, я могу согласиться, не надо ставить ей заслугу слишком многое. Чего для тебя стоит решение в твою пользу? Она фыркает. Хотела бы я помочь, но опальные забрали все, что у меня было с собой. Жаль, у меня была целая гора колец, которыми я бы могла поделиться. Можешь поблагодарить нашего общего друга за это? Она кивает на каменного щита. Овинус, когда мы поймали юную леди, у нее с собой было кое-какое ржавое оружие и маленькое горство колец. Я бы не назвал этой горой. Говори, что хочешь, и я буду стоять на свое. Я готов вынести решение. Что ж, не тяни. Надеюсь, у тебя есть все, что нужно. Знание 24. Догазательств недостаточно, чтобы подтвердить обвинение. Ты свободна. В ней увеличивается опальная и благосклонность увеличивается алый хор. Вы получили 20 нинц опыта для навыка знания. Ловко, вершитель. Очень ловко. Думаю, у тебя все будет в порядке. Фуга. Юридические формальности это мое любимое. Возвращайся на войну в новой ватаге рекорд. Собери свою собственную, если есть такое желание. Это приказ. Слушаюсь, госпожа. Если бы ты набирала свою ватагу, я бы усеяла свой путь трупами, чтобы заслужить твое расположение. Жаль, что мне придется удовольствоваться меньше. Овинус. Мне придется пойти против всех, точнее, против своих приказов и здравого смысла, но я не могу оспаривать решение послания Катунона. Я отпущу тебя. Держись от неприятностей подальше. Я буду держаться подальше от старых стен, но это все, что я могу обещать. Говорит Лиса Пронера. Так, ну вот так вот. Не хочешь с нами больше разговаривать? Я не скоро забуду о твоей помощи, вершитель. Хорошо. Так. Это что у нас? Ага. Желаете ли отдохнуть? Нет, не желаем. Пара железных ходоков, несколько даже. Так, что у нас тут есть еще интересного? Курис. Так. Нашли на руче торговца легкую броню. Так, легкая броня это у нас сюда идет. И какой-то камешек, который мы потом продадим. Так. Осмия. Ты должно быть вершитель Тунона. Железный ходок кланяется вам. Добро пожаловать в железный очаг. Не сомневаюсь, что Грейвы наши будут благодарен за любую помощь. Обстоятельства вечно так складываются, что опальные вынуждены тратить слишком много сил. Чем я могу быть полезным? А почему опальным приходится так тяжко? Она потирает ладони и хмурится. Мы пытаемся выиграть эту гражданскую войну, не имея счастливого перевеса. Это алый хор может себе позволить швырять бойцов в бой по тысяче человек, особо не задумываясь. Но мы вынуждены действовать более расчетливо. Мы натренированы сносить все тяготы боя и бесконечную муштру. Но сейчас мы вымотались, и даже по нашим меркам она осторожно изучает вас. Хотя, наверное, мне не стоило бы обременять посланца суда своими заботами. Когда закончится война и на ярусах будет наведен порядок, я надеюсь, Кайрос направит другие войска нам в помощь. Каждый из нас заслуживает отдыха. Суд всегда относится с вниманием к нуждам солдат. Твоя просьба будет учтена. Это очень щедро с твоей стороны, Вершитель. Я рада, что хоть кто-то меня высушил. Она неуверенно улыбается и лицо ее светлеет. Где ты служила во время завоевания? После того, как был провозглашен Эдик Дубурь, я какое-то время провела в обустошенном оплоте, раскапывая выживших легионеров. Увы, мало кого удалось спасти. Она бросает взгляд на Барик. Должно быть, тебя к тому времени там уже не было, а то ради тебя мы бы собрали спасательный отряд. Барик, моя тюрьма ушла вместе со мной. Не было причин задерживаться. Он посетительно склоняет голову. Я по-прежнему вспоминаю наших сестер и братьев, которые там остались. Порой мне мерещится, будто ветер доносит их голоса. Ладно, я пойду. Производство новых зелий не поспевает за спросом. Многие из этих бутылей пусты. Еда. Вода. Зефилс. Несмотря на то, что вы не являетесь полноценным солдатом опальных, мне разрешили продавать вам товары из нашего магазина. С определенными ограничениями, конечно. Хотите посмотреть, что я продаю? Что это за ограничения? Ничего личного, уверяю. Грейвы наши хочут, чтобы мы следили за нашими припасами, не ограничивая доступа тем, кто поддерживает нашу армию, как вы. Лучшее оружие и самые свежие продукты зарезервированы для солдат под его непосредственным началом. Уверен, вы понимаете. Архонт очень серьезно заботится о нашей защите. Разве житель суда не заслуживает такого права? Солдат некоторое время молчит нерешительностью. Уверен, что вам, как поданному Тунона, позволяются некоторые роскоши, которые нам непозволительны. Тоже относятся и к опальным. Архонт Аши привел нас из Северной Империи, поэтому мы в его милости. Таково его право. Квартермейстер почесает затылок. Хитроумие 38. Это неуважение, даже оскорбление. Я требую компенсации. Гнев увеличивается опальная. Он вздыхает. Вы требуете проблем, вот что вы делаете. Но у меня нет никаких причин ссориться со сторонниками Грейвы на Аши. Предлагаю одноразовую компенсацию в размере 50 колец. Вплата за возможные потери, которые вы понесли. Это так. Договорились. Пожалуйста. А теперь, когда мы закончили с этим, может займемся настоящими делами? Покажи товаром. Так. Давайте, во-первых, посмотрим, что мы можем продать. Бронзовый катар точно можем продать. Андротик, солдат солнца. Не знаю пока. Бронзовый молоток. Здесь ничего нет. Ступы перчатки. Да, кстати, перчатки. Это лучше. Железный дворучный меч тоже продаем. Не нужно нам. Давайте главного персонажа посмотрим. Зохо Оджи. Это у нас 10 магического урона. Давайте сюда передадим. Нельзя передать. Ладно, давайте так сделаем. Теперь передадим. Так. Здесь больше урона в секунду, но меньше и меньше восстановления. Это неплохо. Так, пускай будет так. Дальше. Здесь у нас сапожки новые. Легкая броня. Плюс 3 защита при выходе из боя. В принципе, ей это пригодится. Так. А здесь меньше восстановления, но будет больше защиты при выходе из боя. Отлично. Так. Одноручное метательное оружие. Метательное оружие, по идее, нам бы в фуге сюда не помешало бы. Или баррику. Пускай будет у барика. Это щит. И щит в качестве второго варианта. Так. Дальше. Легкая броня кожа. Меньше брони. Так. А здесь? Вот так. Отлично. Все вроде бы распределили более-менее. Теперь давайте снова поторгуем. Так. Тяжелые боевые рукавицы гвардии Вендриэллы. Подаем. Тащильный камень. Давайте вот рыбу отправим туда. Сыр отправим. Жарящий ожог отдадим сюда. А, не можем. Все вроде бы. Так. Вот так вот сделаем. Здесь у нас есть бутылки. Здесь есть бутылки. Здесь есть. И здесь тоже есть. Хорошо. Давайте магу больше дадим их. И сюда еще. Тоже вот так вот положим. Отлично. Все. Вроде бы очистили инвентарь. Теперь уже можно жить. Опал. Просто драгоценный камень. Так. А теперь давайте же посмотрим, что он собственно продает. Значит так. Есть несколько оружия. Метательное оружие. Андротик опальных. Железный меч опальных. Давайте сравним вот здесь вот. Ну. Меньше урона, но больше пробивания брони. Ладно. Так. Щит опальных. Доспех. Железный стражин. Вот это было бы неплохо купить, кстати. Ну. Дорогое. Доспех. Скаловерсов. И так далее. Тому подобное. Ну-ка. Скаловерсов посмотрим. Плюс один отражение. Ладно. Ставим пока. Так. Свиток, сигил, камни. Ключик. Припасы для привала. Кстати, что у нас там с припасами? Доспех. Пускай будет восемь штук. Потому что я не вижу их. А, вот все. Припасы для привала восемь из восьми. Отлично. Мы закупились припасами. Все. Так. Я, честно говоря, забыл, какая кнопка у нас отвечает за быстрое сохранение, ребят. Быстрое сохранение F6. Игры вы наши. Ну, давайте сначала походим тут. В этих донесениях указаны все известные застави и форпосты Алавахора, а также расположение их войск. Можно быть уверенным в том, что у Грейвена Аши есть глаза и уши в вражеском стане. Не до уха. Тут какие-то ребятки стоят, что-то защищают. О, здесь кто-то новенький. Да нет. Обычные ребята. Обычные служащие. Ладно, поехали говорить с Грейвена Аши. Вершитель судеб. Хорошо, что ты прибыл ко мне. Нынче трудно отличить друга от врага. Я рад видеть в тебе первого из двух. Аши выражает вам одобрение сдержанным кливком. Вижу, ты привел пронырливую шлюху голосов Нерата ко мне на порог. Если ты думаешь, что мне понравится твое безответственное поведение, знай, что это не так. Фуга полезный союзник. Она мне нужна. Верность увеличивается Фуга. Фуга. По крайней мере, до тех пор, пока мы не устанем друг от друга. Не переживай, старик. Я не воткну клинок тебе в спину. Уж точно не сейчас, когда на тебе латы толщиной со старой стены. Грейвенаша бросает на Фугу сердитый взгляд и поворачивает свое суровое лицо к вам. Его рот сжат в неодобрительную линию и, похоже, он уже готов сказать еще что-то, но передумывает. После колодца Вендриенов опальные крепко держатся за своих союзников. Ты здесь потому, что поддержал нас при штурме, но я сомневаюсь, что ты предан нам по-настоящему. Алому хору ты не нужен, вот и все. Я здесь, чтобы служить опальным и положить конец гражданской войне. Благосклонность увеличивается. Поскольку на тебя уже заявил претензию Тунон, я не могу предоставить тебе почетное место за столом опальных, но гарантирую, что ты сможешь достичь намного большего, если будешь помогать моему легиону, а не заниматься всякой правовой рутиной в суде Адюдикатора. Он кривится от этой мысли и отбрасывает ее взмахом руки. Скажи, что тебе нужно, решитель судеб. Как еще я могу быть полезен опальным? Это нелегкие времена для всех нас, и в первую очередь для войск Кайроса. Наши силы разъединены. На всех уровнях процветает предательство, и все достигнутое в ходе завоевания рушится под собственной тяжестью. Мы думали, что гвардия Вендренов была предсмертным к их хрипам непокорности этого региона. Мы ошибались. Ярусы восстали против Кайроса, подстегнутые своими земляками. И пока опальные пытаются поддержать порядок, эта змея, голоса не рада, наращивает свою армию психов и наемников, готовясь ударить, когда мы меньше всего будем этого ожидать. Атли. Значит, наше небольшое проявление непокорности не было полным провалом. Попытаюсь найти в этом хоть какое-то утешение. Фуга. Могут только представить, как голоса сводят свои в атаке с ума планами по нападению на эту крепость. Грэйвы наши. Не будет мира, пока жив, голоса не рада, и не будет порядка, пока алый хор бестнется на этих землях. Уничтожение хаоса должно быть нашей первоочередной задачей, и только после этого мы сможем править ярусами так, как хочет Кайрос. Могу я положиться на твою поддержку в борьбе против этой заразы? Что тебе от меня нужно? Твоя власть в могиле клинков не слишком надежна. Нам нужно крепче отвердиться на этих землях, чтобы набраться сил для грядущего сражения. Как только я буду уверен в наших шансах, мы отправимся воевать с хором, пока не сотрем его с лица Тиратуса. Несломленные, бывшие сыны и дочери Аплота мешают нам закрепиться в этом регионе. Эдикт Бурь обеспечивает им прикрытие. Они проскальзывают мимо наших патрулей средь бела дня, скрывая свои перемещения за облаками пыли и мусора. Кайрос насылает эту погибель на страну для того, чтобы показать пример другим, а не для того, чтобы измучить тех из нас, кто верен Северу. Ты должен отправиться в твердыню часовых и найти Стрейдуса и Родина. Он последний из старого рода Аплота, представители которого называют себя регентами. Прикончи его и положи конец этому Эдикту раз и навсегда. Кто такой Стрейдус и Родин? Он последний из древнего рода, который некогда правил Аплотом и хранил его достоинства. Он также жалкий трус. Во время последней битвы за Аплот он укрылся за стенами твердыни часовых и отказался выйти на поле боя. Чем он так важен для Эдикта? Ты должен знать это лучше всех. Разве не ты сам провозгласил волю Кайроса на этой земле? Он не сдался сам и не отдал такого приказа своим солдатам. И поэтому Кайрос решил, что бури будут изничтожать эту землю до тех пор, пока жив регент. Стрейдус и Родин мог бы покончить с собой, разумеется, но он оказался слишком горд или слишком труслив. Почему до сих пор никто не прикончил Родину? Поскольку он продолжает прятаться за стенами твердыни часовых, Эдикт Бурь бушует вокруг Светодели и с последнего года завоевания никто не может ни попасть туда, ни покинуть ее. Даже почтовые птицы не носят оттуда посланий. Эдикт единственное доказательство того, что Родин еще жив. Расскажи мне о тебе об Эдикте Бурь. Кайрос навлек эту чуму на города Плота, чтобы наказать трюс из тех правителей. Мы думали, что этот Эдикт закончится еще давно, но к нашему разочарованию он продолжается. Ржавчина и мусор, наполняющие воздух, это источник постоянного раздражения, который мешает нам проводить эту войну на наших условиях. Считай покорение Плота и завершение этого Эдикта задачами одинаковой важности. К счастью, твои цели хорошо сочетаются. Продление Эдикта связано с Родом и Родиной. По условиям Кайроса, бури будут продолжаться до тех пор, пока не будет убит последний из регентов. Положи конец роду регентов, чтобы закончить Эдикт и возвращайся ко мне с победой. Я понимаю, что нужно сделать и немедленно отправлюсь в могилу клинков. Благосклонность. Найди последнего регента, убей его, закончи Эдикт Бурь и перекрой эту сочащуюся кровью рану восстания раз и навсегда. Крах несломленных и гибель старого регента дадут понять всем ярусам, что наша власть абсолютно, а несогласных мы не потерпим. А мы не могли прийти к взаимопониманию с жителями Аплота? Твоя порядочность как глоток свежего воздуха, учитывая, как долго мне приходилось терпеть компанию насильников и убийц из хора. Жители Аплота сделали свой выбор, когда отказались подчиниться владыке. Они знали, что стоит на кону, и даже Эдикт не заставил их передумать. Сотрудничество это наивная надежда, которая уже давно умерла. Я отправлюсь в твердыню часовых и сам во всем разберусь. Гнев увеличивается. Если ты смотришь на ситуацию с такой законной и организованной точки зрения, как подобает твоей должности, то правильный путь для тебя должен быть очевиден. Неславленных нужно уничтожить, а Эдикт нужно завершить. Если ты придешь к какому-либо иному выводу, то советую подавить свое мнение и следовать приказам, как любой хороший солдат. Есть еще кое-что, о чем я хотел поговорить. Моя дочь пропала на втором году завоевания. У меня есть основания полагать, что она в плену в твердыне часовых. Если сможешь отыскать Амелию, верни ее мне. Насколько тебе известно, что она в твердыне часовых? Это единственное место по плоти, куда мы не можем дотянуться. Если ее отряд солдат и почетные стражи были захвачены в плен, ее наверняка разместили там, где я не смог бы ее освободить. Скорее всего, эти мерзавцы и южане рассчитывали склонить меня к переговорам. Он с отращением морщится. Расскажи мне об Амелии. Упрямством и настойчивостью она вся в отца. Отличный боец, хотя порой слишком неосторожно. Ей вечно не терпелось испытать себя на поле брани. Я одно время пытался с этим бороться, но это было так же естественно для нее, как дышать. В наших отношениях были свои сложности. В последние годы я был для нее куда лучшим генералом, чем отцом. Когда война закончится и она вернется в Легион, надеюсь, мы сможем собраться с духом и познакомиться друг с другом заново. По чему ты думаешь, что она жива? Мы вместе странствовали по этим землям, где царит разложение и разврат. Несомненно, ты знаешь, что я даю всем своим войскам защиту. Это награда северянам за верную службу и преданность нашему общему делу. Как моя армия чувствует мою опеку, так и я, в свою очередь, чутко их ощущаю. Их заботы, их боль – это бремя, которое мне, как их лидеру, приходится нести. Амелия жива. Я просыпался ночью в холодном поту, откашливая желчь. Какие пытки она вносит в плену этих зверей из-за плота, я не знаю. Я хочу только вернуть ее на лечение в Легион. Могла ли она по доброй воле оставить свой пост? Как ее отцу и генералу, мне стыдно слышать от тебя такой вопрос. Все мои солдаты – люди чести и таких высочайших достоинств, как вам в суде и не снилось. И моя дочь не исключение. Если я найду ее, я сделаю все, что вернусь в дом. Это все, о чем я прошу. Амелия – лишь один из моих солдат, но если бы я мог отправить туда войско, я бы это сделал, чего бы мне это не стоило. Она превосходный командир и воплощение всех северных достоинств. Барик. Вершитель судеб, я хочу предложить мою помощь в этом задании. Могила клинков – это место, с которым связаны воспоминания. В этих пустошах я оставил многих товарищей и немалую часть самого себя. Давайте почитаем про могилу клинков. Могилы клинков называют то, что осталось от королевства оплот после того, как Кайрос разрушил его, провозгласив Эдикт бурю. Магические бури обрушились на армии опальных и не сломленных в самый разгар битвы. И все, что теперь осталось – это мертвые земли, усеянные изломанными доспехами и оружием, над которыми кружат вихри из ржавой пыли и человеческого праха. А, ну мы это уже, наверное, помним. По-моему, Барик там-то был. Так, поясни. Это очень непростой вопрос, и я не рискнул обсуждать его при генерале, хотя ему, без сомнения, давно все известно. Барик пытается с достоинством держаться перед Грэвеном Аши. Грэвен Аши. Говори, сын Барик Коненов. Я не видел ничего, что уменьшило бы тебя в моих глазах. Я знаю своих солдат так же хорошо, как себя самого. Аши, одобрительно, кивает. Барик. В последний день битвы за оплот я потерял сотни моих соотечественников и никогда уже не смогу понять, точнее, снять этот доспех. Могила Клинков это последнее место, где я еще чувствовал себя человеком. Это все, что я могу сейчас рассказать. Грэвен Аши. Последняя битва за оплот была ужасной, возможно, худшей из всех. Я оскорблю по всем, кого мы там потеряли, и твержу их имена на тренировках по утрам. Их покореженные тела нам уже не вернуть на север, но мы можем помнить их такими, какими они были при жизни. Я вижу, как важно это задание для тебя. Конечно, ты можешь меня спровождать. Верность увеличивается. Барик. Я благодарен, вершитель. Грэвен Аши внимательный и щедр по отношению к каждому из своих солдат, и я рад, что ты следуешь в этом его примерах. Грэвен Аши, к тебе это тоже относится закованной в броню. Никогда не забывай, что я отыскал тебя, еще когда твой потенциал только пробуждался, хотя ты много его достиг за последующие годы. Спасибо, генерал. Хотя через шлем этого не разглядеть, вы уверены, что Барик краснеет. Барик. На твоей карте отмечено местонахождение твердыней часовых. Сотня жизней ушла бы у меня на то, чтобы забыть эти старые стены или тот день, когда наша атака была прервана Эдиктом. У меня есть еще вопросы к Архонту Войны. Спрашивай, вершитель судеб, но не трать время попусту. Несломленные ползают по этой земле, как муравьи, и северянам давно пора начать давить их сапогами. Расскажи, как ты связан со своими солдатами. Каждый солдат опальных для меня как член семьи. Они родом из известных и уважаемых семей, их мастерство на поле боя превышает все ожидания, и я готов пойти на все ради них. Они называют меня генералом или Архонтом, но я считаю себя слугой и опекуном этих превосходных мужчин и женщин. Но сдается мне, не это ты хотел услышать. Существует и более глубокая связь, однако, чтобы ты смог в этом разобраться, мне придется рассказать историю Легиона, моего мятежа и того, как я пришел к власти. Я хочу больше узнать об опальных. Мы больше, чем обычная армия. Уверяю тебя, что Легион опальных представляет все то, чем мы дорожим на Севере. Суровую дисциплину, оттачивание навыков до совершенства, уважение к закону и семейные ценности. Наш долг, как завоевателей, научить эти варварские земли не просто жить в соответствии с ценностями империи, а жить ради них. Я хочу узнать историю Легиона. Опальная благословность 2. Когда Кайрос завоевал Север и привел его под единое знамя, среди нас были те, кто воспротивился объединению. Я в ту пору был юным вождем, своевольным и слишком гордым. Я созвался новее дочерей Севера на борьбу с Кайросом. Мы сражались отважно. Стена щитов стала между армиями Кайроса и нашей родиной. И было сказано, что никакой тиран не сможет пересечь эту черту. Продолжай. Ради верности и любви к землякам я проглотил гордость и преклонил колено, предложив свой меч и свою жизнь империи. Моей армии дали право в рамках мира Кайроса и мы стали слугами владыки. Поскольку мы совершили преступление и взбунтовались, когда Кайрос предлагал свою защиту, мой элитный легион был лишен всех знаков отличия и наречен опальным в напоминании о былом. И даже сейчас, превосходя всех в искусстве войны, мы бьемся за то, чтобы вернуть расположение Кайроса. Каждый солдат моего легиона – потомок одного из тех, кто некогда участвовал в мятеже вместе со мной. Я держу их при себе, потому что они лучшие среди северян, и то, что их род продолжается, напоминает нам о милосердии Кайроса. Это относится и к тебе, дитя Севера. Благодаря твоей беззаветной преданности и уважению к нашему наследию, ты для меня один из избранных. Он кивает Барику. Фуга, отвратительно. Надеюсь, вы не думаете, что я буду еще долго слушать эти сентиментальные сопли. Барик, мне кажется, ты завидуешь, Фуга. Может, ты просто не знаешь, каково быть любимец Архонта? Фуга, а я и не хочу знать. Чем больше тобой интересуются голоса Нерата, тем скорее из тебя сдернут кожу и зашит из него палатку. Расскажи мне об отрядах. По большей части легион состоит из каменных щитов. Это кирпичи нашей защитной стены. Железные ходоки. Тренированные убийцы, которые прорываются из-за фаланг и крушат врага прямо в его рядах. Бегуны полумесяца. Это быстроногая легкая пехота. Приманка для врага, чтобы вынудить его атаковать раньше срока. Скованные клятвы, лазутчики и особо обученная пехота. И, наконец, есть еще железная стража. Закаленные бойцы в броне, выдерживающие любые удары и непревзойденные командиры. Помимо них, у меня есть еще скаловержцы. Бывшие маги Каерна, способные вызывать обвалы и направлять ярость природы для достижения наших целей. Ты очень суров, Кижан. Ох, да, просвети нас, говорит Атли. Ее глаза загораются от возбуждения. Мы плохо пахнем? Или дело в акценте? Легион сделал из ненависти к Ярусникам настоящее искусство. Что именно мы сделали, чтобы заслужить такое? Грэвы наши. Южане уже так долго пребывают в упрямом неприятии того, какое Кайрос имеет над ними превосходство, что не заслуживает моего уважения. В то время как остальная империя образовала единую общую культуру, Ярусники гордились своей непохожестью. Мы смотрели на них издалека, испытывая к ним лишь презрение. Все, что я вижу в Ярусах, подтверждает мою правоту. Повсюду беззаконие, упадок, продажность, междоусобицы. Все, от чего на Севере избавились, благодаря культуре и воспитанию. Знание 38. Ты не видишь тут противоречия? Ты же все-таки выступил против Владыки. Гнев увеличивается, но мы получили опыт. Это произошло несколько веков назад на зарез завоевания Севера. Если ты думаешь, что эти периоды истории можно легко сравнивать, то ты еще не дальновиднее, чем я думал. Верность увеличивается, Фуга. Мне нравится ход твоей мысли, но нам с тобой как-нибудь нужно будет обсудить, как положено разговаривать с Архонтом. Это обсуждение начнется и закончится так. Не зли Архонт. Грейвы наши. Я выступил против Владыки, чтобы защитить образ жизни, который больше не существует. Юг не может позволить себе такие иллюзии. Каирс господствует над каждым уголком Тератуса, и эти земли уже фактически взяты силой. Королевство Юга намеренно не хотят знать о своем месте в мире, и я не буду ни превозносить, ни приукрашивать это такими терминами, как независимость или восстание. Совершенно ясно осознавая последствия, бывшие правители Юга подвергают жизни своих подданных опасностей. Это нельзя терпеть. Конечно, возможно, что эти Ярусники еще смогут насладиться всеми лучшими дарами, что предлагает Каирс, но на это уйдут поколения мытарств и длительное уничтожение культуры в том виде, в котором они ее знают. В любом случае, это достойная цель. Атли. Приятно слышать, что генерал это подтверждает. Ярусники по природе непокорный народ, и вам придется поколениями искоренять нашу культуру, чтобы вытянуть из крови храбрость и твердость воли. Барик. Продолжай закранили за приливов. Можешь присоединиться к своим друзьям в одном из множества массовых захоронений, которые разбросаны по королевству. Барик. Это неуместно. Атли просто выразила мнение. Барик. Колодец Вендриенов доказал, что мнение это отрава. Я бы не хотел их слышать ни в этой компании, ни в этой крепости. Жаль, что у нас на это разный взгляд. Я так понимаю, что верность, она не уменьшается. Просто увеличивается страх. Ну и то, и другое, как бы... Ну, то есть, ну... Интересно. Вообще, нужно будет сейчас посмотреть, как это все происходит. У Пальных есть собственные законы? Я требую, чтобы Легион придерживался определенных правил. У нас нет закона в том смысле, как это понимает Тунон, однако каждый солдат в Легионе знает, чего и от него ждут. Прежде всего, почитай Легион в мыслях и поступках. Я не могу допустить, чтобы злодейства и гнусные преступления пятнали честь северян. Я требую, чтобы солдаты выполняли волю Кайроса и вели себя достойно. Второе. Любая клятва, которую ты принес, должна цениться превыше жизни. Это касается и обетов, данных мне как Архонту и Кайросу как Владыке. Опальной не вправе вступать в брак, чтобы не возникало обязательств более священных, чем воинские. Мои солдаты могут быть вместе и производить на свет потомство. Северу нужны дочери и сыновья. Я не оставлю сородичей перед выбором между преданностью и семьей. И, наконец, цени свои щиты и оружие. Солдат может успешно сражаться на поле боя, только если он содержит в порядке свое оружие и броню. Конечно, есть редкие исключения. Как ты себя чувствуешь под этим железным панцирем, сын барриканенов? Архон с интересом рассматривает барриканенов. Неплохо, генерал. Я знаю, что я не в самой лучшей форме, но я способен выполнять свой долг с честью. Ну что ж, тебе виднее. Поговорим о чем-нибудь другом. Не люблю пустопорожник болтовни, но на сей раз я готов пойти тебя нас еще. Я хочу узнать, как ты восстал против Кайроса. Это хорошо, что ты интересуешься нашей историей, но мне не нравится, что ты говоришь про восстание. Все битвы прошлого давным-давно остыли и тверды, как железо. Прошлые мятежи многое могут объяснить настоящим. Благосклонность увеличивается ко всем еще и знаниям. Подняли вообще идеально. Все возможно. Никто из этих визгливых ярусников ни в какое сравнение не идет с моими бойцами, но я бы предпочел, чтобы ты шел в бой, хорошо понимая, кто твой враг. Значит, ты хочешь узнать, как я истреблял армии Кайроса, строил свой регион на ценностях Севера и обрел толику могущества? Я действительно многого достиг в качестве воеводы из Севера, но по-настоящему моя жизнь началась под впечатительством владыки. Кого ты победил во время мятежа? Чтобы победить кровавую гибель предыдущего архонта войны, я завел его в ловушку. Видимо, он настолько увлекся безумной охотой, что не заметил он проимизированной уловки. Аш и посмеивается и качает головой. Даже казнь этого врага была ничем по сравнению с победой, которую я одержал позже. А еще я победил голоса Нерата. Генерал теряет от гордости. Странно осознавать, что это уже происходило так много лет назад и повторяется сейчас. Мой легион почти уничтожил Алый Хор. Более того, унизил их. Думаю, архонт Тайн до сих пор залезывает свою раненую гордость. Фуга, интересно, будет ли он помнить конфликт иначе или не забудет ли его вообще? Голосов долгая память, но неустойчивое внимание. Он не любит и не бережет своих солдат, говорит грейвы наши. Голоса превыше всего ценят собственную гордость и удовольствие. Он достаточно изворотлив и ничто не в силах ранить его глубоко. Хотя мне это, похоже, удалось. Каково тебе было оказаться в моем теорхонта войны? Ну, сначала я не понял, что получил какие-либо силы сверх моих обычных полномочий. Сейчас это кажется очевидным, но на войне такие вещи бывают сложно понять. У меня не было никакого желания забирать или принимать такую ответственность под властью Кайроса. Ушли годы, чтобы я полностью смирился со своей сдачей и покорением. Но если мне был предназначен какой-либо титул в почетной иерархии архонтов, война была самой подходящей для меня. На самом деле я скорее считаю себя генералом и отцом. Расскажи мне, как ты сражался с архонтами. Мы выиграли немало в сражении против архонтов. Хотя основной урон достался голосам Нерата, он был далеко не единственным архонтом, кто стремился взять приступом нашу стену щитов. Когда из-за архонта энтропии у нас заржавело оружие, мы стали сражаться с деревянным. Когда архонт скорби лишил нас воодушевления, мы собрались под песнями Севера. Я срывал их наступление, хоть и не обладал ни обучением, ни опытом архонта. Не сомневаюсь, что это было одной из причин, по которой я получил приглашение в ряды Кайроса. Как ты достиг высот власть? Эта история связана с мятежом напрямую. Мои солдаты всегда были преданы мне, и чем дальше, тем сильнее я любил их в ответ. Каждый каменный щит дорог мне, как кровный родич, и ради них я готов на все. Барик, мы это хорошо знаем, генерал. Барик Яросом движением отдаёт воинское приветствие. Когда мы бросили вызов Кайросу, мужчины и женщины моего легиона стали тренироваться. Усерднее маршировать дальше оказались даже выносливы, чем я их учил. Нас было не остановить. Солдаты приписали это новое преимущество мне. Я был полностью предан им, а они чувствовали себя защищёнными и усиленными в моём присутствии. Сначала я думал, что они просто находят в себе храбрость, равняясь на командира. Но это было не так, и они первыми поняли, в чём дело. И в чём же было дело? Источником их силы был я. Может, дело было в тяготах войны или нашем отчаянном положении, но во мне пробудилась какая-то могущественная сила, которую я понимал совсем смутно. Моя самоотверженность наделила легион силой, а они, благодаря своей верности, стали сражаться за пределами человеческих возможностей. Сначала я приписывал качество легиона их обучению и воспитанию, но скоро стало очевидно, что дело в чём-то большем. Подозревая, интерес Кайроса ко мне от этого удвоился. Силу Архонта нужно взращивать и формировать в соответствии с суждением Тунона. Когда войска Кайроса увидели, что моё влияние на солдат может представлять для них угрозу, было решено покончиться мной раз и навсегда. Они бросили против нас все армии, какие только могли, и почти пожертвовали при этом алым хором. Никто не смог бы устоять перед таким натиском, даже я. И что было дальше? Они притащили меня в суд Тунона в цепях. Я убил дюжину Стражей по пути. Я решил, что раз меня заковали ради развлечения Владыки, то я отплачу за унижение крови. Когда меня поставили на колени перед Адди Дюди Катором, и я ощутил его сыровый взгляд, мой пыл остыл, и на смену злости пришёл страх. Атли. Примерно такой я представляю реакцию Арии, если бы её заковали в цепи. Атли слегка усмехается, и лишь на мгновение в её выражении мелькает скотно. И вот Тунон предлагает мне выбрать собственное наказание. Если я буду и дальше проявлять непокорность, то мои солдаты лишатся жизни. Если я преклоню колено перед Кайросом, возможность, которая мне не приставится дважды, то смогу и дальше служить своему легиону в качестве архонта. Выбор был трудным, но не настолько, чтобы я не мог его сделать. Мои солдаты не для того заслужили такую славу, чтобы одним махом лишиться её раньше времени. Когда я сделал свой выбор, Тунон пригласил меня на совет архонтов, я повторил клятву верности Кайросу, и мне отвели место среди прочих. И как только солдаты признали во мне архонта, я стал для владыки архонтом войны. Фуга, это очень недурное повышение в должности и заслуженное демонстрации силы. Странно, что он относится к хору с таким презрением. Грейвен наш. Остальное ты уже знаешь. Мой прославленный легион превратился в опальных. Архонты даже заставили меня отречься от своей северной фамилии. Грейвен. Это насмешка надо мной. Намёк на мою погребённую под гравием гордость. Я теперь слуга Кайроса, но мои солдаты не лишены опеки. Я покровительствовал их родам из поколения в поколение, и опальный не собирается угасать. Ну, хватит пока вопросов. Так. Ожалел ли ты когда-нибудь, что покорился Кайросу? Что? Что ты сказал? Вершитель судеб, надеюсь, что мне сейчас послышалось. Аши сужает глаза. Барик, ты сейчас идёшь по лезвию ножа, задавая Архонту такие вопросы, вершитель судеб. Я бы посоветовал тебе в будущем думать, как ты обращаешься к генералу. Я задал вопрос, генерал. Как вершитель судеб на службе Тунона, я имею право услышать ответ. Страх увеличивается Барик, гнев увеличивается Грэйванаша, опальная. Ты зашёл слишком далеко, расспрашивая генерала в таком духе. Не говори, что я не предупреждал. Грэйванаша, ты не заслуживаешь ничего. Ты думаешь, что только потому, что Дедикатор наделил тебя толикой власти и обязан раскрывать свои мысли всяким юристам-чиновникам? Я не такой великодушный, как Тунон. Моё доверие нужно заслужить, а из-за нахальца, с которым ты считаешь, что я тебе что-то должен, ты сильно упал в мои глаза. Я никогда не жалел о своём решении. Если бы я не покорился, то до дорогих мне северян казнили бы, и я от своей же руки последовал бы за ними в могилу. Север пал перед силами Кайроса. Я горевал по старому укладу даже тогда, когда служил в воле завоевателя. Но со временем мы стали даже более великими, чем мог мечтать недальновидные воеводы. В другой раз, когда вздумаешь подвергать сомнению мою преданность, вспомни, что я делал во имя своей армии и страны. Я Архонт Войны. Если ищешь предателя, способного ударить спину, тебе стоит обратиться к голосам Нерата. Надеюсь, с ним вы лучше поймёте друг друга. Я приношу свои извинения, Архонт. Зачем вообще рисоваться перед ним, говорит Фуга. Ему сотни лет. Мы всего лишь мошкара, которые кружатся над его головой. И будем быстро забыты. Грэвы наши. Слова простить легче, чем поступки, но постарайся больше не оскорблять меня. Ты задаёшь вопросы из простодушия, но звучат они, как обвинения, и многие Архонты не заметят разницы. Расскажи мне больше о себе. Я человек семейный. Я всегда считал, что культура вырастает из семейного наследия и уважения к прошлому. За свою долгую жизнь у меня было четверо детей. Это Ашелерин, Прием, Амелия и Бреникс. Я своих солдат, я генерал, но также и отец. Им я дарю своё доверие и любовь. Больше мне ничего нет. Я живу на свете куда дольше, чем отпущенный обычным людям. За это время я многому научился. Видимо, стоит также добавить, что я стал ещё упрямее. Если я убеждён, что какие-то вещи должны делаться определённым образом, то я от этого не отступлюсь, потому что так подсказывает мой опыт. Расскажи мне о Ашелерин. Моё первое достижение, которым я больше всех гордился, она была такой сильной. При завоевании Северной Империи я убил кровавый след, безумец, претендовавший на титул Архонта войны. Сломанным мечом Ашелерин я снёс ему голову с плеч. Он ещё несколько минут вопил, пока не издох наконец. Мне до сих пор её не достаёт. Как жаль, что она прожила так мало и не успела обзавестись потомством. Представь, каким бы гордым дедом я был. А каким был приём? Мой сын родился в те счастливые дни, когда я ещё не был Архонтом. Он скончался от недуга, насланного оспой, Архонтом разрушения. Когда армия и владыки завоевали Север, они использовали любые средства, и эпидемии тоже. Буден жив до сих пор, он стал бы моей правой рукой, потому что был мудрый и скушён в стратегии непогода. Возможно, даже больше, чем я. Скажи мне об Амелии. Так, ну, про неё мы спрашивали. Бреникс. А, нет. Амелия Легион лишился её на втором году завоевания. Мы потеряли с ней контакт после того, как её дозорная группа углубилась в земли оплота. Я боюсь за неё, Вершитель. Я ощущаю страх каждый день, и неизвестность превратила для меня эту войну в настоящий кошмар. Амелия Легион лишился. Позвольте спросить о чём-то в другом. Всё. Ну, пф, куча информации мы получили. Так, опальная благосклонность, Вершителя. Защита щитом 80 единиц урона в течении 30 секунд. Даёт эффекты поглощения. Хорошо. Так. Ну что ж, вроде бы мы здесь закончили. Теперь у нас есть новое задание, исследовать твердыню часовых. Туда мы отправимся. Мы получается полная, как вы заметили, получили благосклонность опальных и это очень хорошо. Прям почти в начале игры. Так. Деревня Каэда есть еще. Твердыню часовых. Это разрушенная крепость, родовое имение правящих семей плота регентов. Огражденная двумя массивными стенами, она никогда никем не завоевывалась. Разъяренный долгой осадой, Карас провозгласил Эдикт, сильно ударивший по замку и заключил его в центр огромного, нескончимого вихря. Ваше путешествие перерывается воем охотящейся стаи зверолюдов. Их вожак впечатляющая особь, ее грива черна, как сама ночь, а тело покрыто боевыми шрамами. Используйте клавиши плюс и минус на цифровой клавиатуре, чтобы переключаться между быстрым и медленным режимами во время игры. Смерть из тени. Перед вами возвышается крупное существо из меха и плосин. Ее маленький черный нос шумно примукивается. Знаю этот запах. Вонь крови, пот, обоя, железа и смерти. Пахнет альфой, пахнет силой, но мужчиной. Зверолюдка наклоняет голову на бок, а ее глаза горящие любопытством красны, как свежая кровь. Эти глаза облуждают по вашему телу, становляясь все темнее и жарче. Таким взглядом хищник одаривает свою добычу. Искала запах след человека. Далеко больше пяти ночей через племена и территории людей в землях и ярусах охотилась на человека по имени Вершитель. На человека, который качал горизонт камень под названием Горный шпиль. Охотилась высоко, горячо, низко, холодно, мокро, сухо. Брела далеко, пока не пошла кровь из лап, но человек, пахнущий альфой, всегда скрывался от зверолюдки. Пришлось ползти сквозь тени, быстро-быстро, скоро, без отдыха, без охоты на вкусную добычу. Язык облизывает бритвенно острые светлые кулаки, она довольно рычит. У меня конфликт не нужен, я просто хочу продолжить свой путь. Зверолюдка раскала так долго, чтобы найти запах и след вершителя, не для того, чтобы уйти в сторону и смотреть, как человека оставляет зверолюдку позади. Она ворчит. Не, не, не уйду с пути. Представься как надо, пока я не потерял терпение. Вершитель не видит, я зверолюдка, лучший охотник, смерть из тени, дочь мистика, мать стаи, вдова, альфа стаи каменных щенят. Она фыркает и садится на корточки, в ее прищуренных глазах читается злость и любопытство. Объясни, чего ты ходишь из зверолюдка. Хм. 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 Человеки. Выкашливает она. Нозрис зверолюдки широко раздувается, ее глаза горят весельем. Никого человека называет Фейтбайндер. Кайрос сплит слова на бумаге. Фейтбайндер сплит слова к земле и небу, делает землю дрожать, делает ночь рыдать кровью и огнем. Я просто прощел дикт Кайроса так. Что зверолюдка знает о вершителе Хтунона? Человек не первый вершитель, на которого охотилась смерть из тени. Она мрачно пыхтит, но в ней заметна некоторая радость. Племена Кайроса борятся вершителя. Человека Альфа забрал себе горизонт камень по имени Шпиль и архонты не убили вершителя. Архонты показали животы и зависли воскулили. И что думаешь, зверолюдка? Кайрос охотится на человеческие королевства, чтобы они умерли. Правит племенем крови и разорения, голода и смерти. Хочет убить зверолюдок как добычу, но зверолюдки не добыча. Они не как капризные слабоумные человеки. Смерть из тени выхаркивает и сплевывает на землю темную слизь. Зверолюдки свирепые охотники, рождены драться, убивать, спариваться, как вершитель, который пахнет Альфой. Сильный всегда убивает слабого, потом слабеет и убивает его. Это переход жизни. Но смерть из тени сейчас не слаба и не будет слаба еще много сезонов. Буду свершителем и переживу племя Кайроса. Смерть из тени не бета, но даже Альфы подчиняются сильнейшим примам. Много стаи создают племя. Разве человеки не понимают? Зверолюдка пойдет за вершителем. Не попробует подчинять. Если вершитель не начнет пахнуть слабым. Она облизывает верхние клыки и скалит зубы звериной усмешки. Хорошо, но держи свой нос при себе. Зверолюдка фыркает и поворачивается от своей стаи. Смерть из тени больше не будет защищать каменных щенят. Бежать, убегать, исчезать. Не хочу видеть тени, крыдущиеся сзади. Раздвоенный шип, новый вожак. Стая колеблется, заставляя смерть из тени спустить низкий угрожающий рыб. Смерть из тени не любит чуять каменных дворняк и не любит их видеть. Ну, пока так, не будем менять нашу основную компанию. Все, она к нам присоединилась. Ну, да, интересный такой момент получился. Скальные пики могил и клинков обеспечивают укрытие и для солдат, так и для зверолюдов. Делаю это место прекрасной позицией для засады неосторожных пухников. Так, ну ладно. Извините, я не могу. Так, давайте посмотрим, что здесь. Лултать можно. Висят в защите от воздействия кровотечения. Воскрешение при поражении. Воскрешение пускай будет. Отражение попаданий. В 20 к парированию. И искусность. Что-то у нас сюда пойдет. Ну, так вот мы получили зверолюдку в нашу компанию. Довольно интересно. Я думал это монстры. Оказывается нет. Они довольно таки умные. Судя по тому, как она разговаривала. Ну, конечно, да. Живут они, судя по всему, как животные. По законам животных. Ну, что ж, ребят. Я думаю, что на этом мы сейчас с вами закончим серию. Вот. У нас серия опять получилась фактически состоящая из одних диалогов. Вот. Но, в любом случае, это довольно интересно узнавать что-то о мире игры. Вот, например, в Пиласов Этернити мне как раз не хватало достаточно знаний о мире игры. Ну, что ж, на сегодня это все. С вами был Элиторм. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.